так ну ладно пока собирается быстро расскажу чтобы подождать еще моих всех приятельниц такой момент один в прошлое на прошлой встрече я рассказывала про важность умение слышать тело и как она вообще влияет на нас и не вот я хотела выйти к вам в эфир на прошлой неделе но как все вы видели что случилось что случилось что у меня был спектакль причем этот спектакль и мне не позвонили в среду и предложили его сыграть в субботу то есть у меня в принципе оставалось всего три дня для репетиций так как я после 18 июля где выступила во франции больше не возвращалась нету целей нету зачем работать то естественно я начала очень нервничать и сразу начала репетировать лихорадочно все эти дни плюс я прекрасно понимала что два дня чтобы собрать зал в городке где мне никто не знает я начала то есть у нас уже афиша была готова и в общем то я занималась тем что запускала посты о своем спектакле и вот что произошло то есть вот это напряжение в теле которое в принципе было да но мне помогло я очень хорошо начала заниматься репетировать в субботу все бы все было бы ничего субботу случилось следующее то есть уже буквально перед выходом уже заходят люди в зал рассаживаются я стою в кулисах и вдруг а у меня случается какой-то странный спазм я сначала думала желудок потом думала может это кишечник потом уже думала что это все вместе в итоге я почувствовала что это такой идет спазм он идет в каркасе он идет в мышцах почему-то именно вот в поясе уже на животе такая твердость ну невозможно ее было ничего ничего с ней сделать я начала я ушла обратно туда вот где там есть такое как не то что кулиса гримерка в гримерку да я ушла в гримерку начала делать свои упражнения магические упражнения планетарного танца делаю делаю и я понимаю что что-то не то у меня мало времени мне нужно действительно чтобы это убрать мне нужно больше времени у меня всего пять минут уже объявили уже вышла администраторша уже меня объявляет и тут я себе и тут я понимаю одну один момент что как бы там ни было какой бы у меня спазм не был я говорю своему телу говорить он самой себе какой бы спазм у меня не было я все равно сделаю хорошо этот спектакль я все равно все сделаю как надо а произошло следующее когда уже я выхожу значит в движении я вдруг а ощущали очень четко вот этот спазм вот этот концентрация какая-то не то что более какой-то ну как будто каменность деревянность деревянность ощущение такого дерева и я начала с этим работать а что я вдруг поняла в какой-то момент что вот этот спазм он мне помог сконцентрироваться внутри себя я потом про него забыла я забыла че о нем там через несколько секунд потому что я вошла в это состояние через этот спазм потому что когда мы часто выходим на сцену у нас есть такая нервозность ой так как вот там я как я она часто мешает настроить зал так вот мое тело сработала именно так как надо она дала мне вот этот спазм потому что у меня была нервозность и этот спазм заставил меня зайти в концентрацию внутрь глубоко к себе и таким образом я дала то самое состояние залу потому что у меня спектакль все-таки как ни крути это такой метод воздействия это не книг к медитации я работаю с чакрами это спектакль о чакрах если вы поняли кто посмотрел хоть чуть-чуть ранее мои посты это разных несколько 7 вуалей 7 цветов и радуги и я с этим работаю то есть мне просто танцевать делать пируэты вообще не интересно то есть если нет энергии если нет какого-то послания взаимодействия исцеления тут ну нафига мне это например уже не интересно все я уже об этом говорила еще в прошлом по за то что как артистка я уже себя изжила мне это вообще не интересно интересно другое интересно взаимодействие взаимодействие вот поэтому я хотела еще раз рассказать подтвердить что все таки существует не то что какое-то в другое сознание которое живет в клетках которая иногда тебе помогает спасает себя вот в этих ситуациях которые рассказывала в на первом на первой встрече или вот так вот как заставляет концентрироваться волшебным магическим образом потому что может быть еще я еще самостоятельно от головы это состояние притянуть не могу но мое тело так как я уже год занимаюсь энергетическими практиками она начинает функционировать так здравствуйте девочки очень рада вас видеть и так вторая часть сегодняшнего сегодняшней встречи опять же я вернусь к моему любимому великому леонардо да винчи и я хотела снова вернуться к вот этим божественным пропорциям но теперь уже к лицу потому что вот золотое сечение вы можете про него прочитать везде информация то есть оно уже в принципе было открыто и раньше до него и в математике там и в архитектуре но леонардо да винчи как обычно все дорабатывал глубинно досконально до конца в общем доводил до совершенства интересный момент что очень многие ученые говорят что золотое сечение есть в природе у там у каждого существа но леонардо да винчи когда вы тоже можете прочитать в интернете когда он делал скульптуру лошади когда он пытался вывести такое же золотое сечение на лошадь ничего не получилось и опять значит пошла тема вот этого божественного создания человека божественного к божественных пропорций которые опять же так же совпадают с божественными какими-то пропорциями вселенной так и что интересный момент когда я пролистывала вот эти все пропорции лица что там интересно обнаружилось обнаружилось конечно же некая из-за того что эти формы они идеальны а есть конечно же красота но это просто рисунки рисунки красота человека она все таки зависит здесь в данном случае на лице от его состояния от его можно сказать характера тоже но характер тоже формируется не просто событиями жизни а вообще именно состоянием и там где ты родился где ты рос и плюс еще наследственность и и прочее 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 чтобы это улучшить до чтобы вот запустить вот эту самую вилочковую железу омоложения то конечно же необходимо работать над характером я нашла для себя проработав несколько разных там теорий посмотрев прочитав все я нашла один интересный момент который игнорируется в чего-то вот на этих курсах по омоложению просто упоминается так слегка чуть-чуть чуть-чуть в основном это фитнес гимнастика там спорт все понятно это очень все хорошо это в принципе помогает но самое основное никто об этом не говорит в этом секрете об этой тайне молодости это об этом об этой тайне красоты это все таки как вы думаете что как вы думаете что самое такое а вот вот когда мы смотрим на какие-то особенно красивые портреты которые рисовал да винчи я только одно слово у меня возникло в голове у него есть разные конечно же разные но вот тем не менее женские да я долго там загадочности это нет это все фигня это все ерунда там есть один главный элемент сейчас я скажу это волшебное слово одухотворенность духом сотворенное создание одыхотворенность духом сотворенное да лицо духом я вообще не знаю мне кажется только в русском языке есть вот эти вот кодовые ключевые моменты я и я говорю на французском сейчас на испанском изучаю английский я нигде не вижу вот эти вот вот эти кодовые ключевые слова которые состоят из двух понятий в русском на каждом на каждом шагу то или иное слово вот так состоит это конечно удивительно не зря говорят что это какой-то магический язык и на нем можно лечить людей и уничтожать людей лучше первое так вот когда это одухотворенность она естественно откуда приходит она приходит от духа да одухотворенность от духа нет головы нет осознания нет того чтобы умная начитанная именно дух сильный дух да откуда брать сильный дух вот теперь мы возвращаемся обратно к телу вилочковая железа запускается не от того что мы веселые не от того что мы юморные не того что мы умны не того что мы благодетельные не от того что мы и прочее 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 вилочковая железа запускается на омоложение когда мы проживаем степень Степень одухотворённости, которую вообще-то в современном обществе её, над ней даже посмеиваются, над этим состоянием. Оно как бы не в тренде. В тренде быть умным, продвинутым, богатым, богатым. А одухотворённость считается такой, знаешь, ну так, зачем? Тем не менее, опыт показывает именно этот момент. Причём, что интересно, что у женщины, да, у женщины вообще много забот по жизни, и ей часто бывает не до этого состояние. И, скорее всего, может быть, поэтому и происходит такой момент, что старение женщины происходит иногда быстрее, чем у мужчины. А тут, когда я опять же, да, разговариваю со своими приятельницами и подругами, я всегда натыкаюсь на одно и то же, на одно и то же, что ей некогда, у неё куча дел. То есть никогда нет времени на себя, потому что надо зарабатывать, надо детей кормить, надо детей там что ещё одевать и прочее, и прочее, и прочее. И невозможно отследить момент, когда ты просто на себе поставил крест, и потом уже вспоминаешь об этом, когда уже немножечко поздновато. Так вот, чтобы укреплялся дух, то же самое я слышу часто у моих учителей, укрепляйте дух, укрепляйте дух, укрепляйте дух, как его укрепить этот дух. Кто-то там, да, опять же, в тех же религиях, да, страдания тела укрепляет дух, просто как полная чушь, совершенно не укрепляет страдания, не укрепляет дух. Дух укрепляет, таки, работа над телом, и опять же, эта работа над телом не такая, сейчас мы не можем сразу побежать, кинуться, там, отжиматься, нет. Только та работа над телом, сейчас кто-то звонит, может, начинает действительно действовать, который вам нравится, процесс, который вам нравится. Я не делаю упражнения, чтобы мне улучшить талию, я делаю только те упражнения, которых я получаю удовольствие. Я для себя нашла это через танец. Есть, ну, благодаря этому я полюбила, например, и более физические, более тяжелые упражнения, потому что я поймала какой-то кайф. Никогда нельзя сразу начинать мощно там что-то делать. Даже если хотя бы начать с 5-10 минут ежедневно, ну, хотя бы через день, уже пойдет процесс привыкания. Это просто привыкание, да. И только потом, уже со временем, когда ваши тренировки, в которых вы будете получать удовольствие, но не страдание, а удовольствие, поэтому для каждой должны быть именно свои тренировки. Только тогда пойдет процесс изменения. Человек, в принципе, который хочет что-то улучшить в своей жизни, он должен быть готов к изменениям. Что такое изменение? Это действительно желание пойти туда, куда ты не ходил никуда. Никогда, например. Например, я очень много у кого училась. В этом году у меня была интересная практика, я делала по одной американской системе, практика пробуждения, где предложилось следующее упражнение. Очень интересное упражнение. Сейчас расскажу, попробуйте сделать. Когда ты выходишь на улицу, чтобы просто почувствовать себя, почувствовать мир, ты выходишь на улицу, начинаешь себя отождествлять совсем вокруг, что ты видишь. Ты говоришь с деревьями, и ты говоришь, мысленно говоришь дереву, ты это я, я это ты. Помните, как в Маугле, да, мы с тобой в одной крови. Ты говоришь каждому человеку встречному, симпатичному для тебя, несимпатичному для тебя, в конце концов, бомжу. Когда у тебя получается сказать бомжу, то ты на хорошей стадии. И когда я дошла, то есть когда мы дошли, когда он предложил учитель сказать это мусорному баку, ты это я, я это ты, ну я это сделала. Но когда я об этом упражнении рассказывала моим подругам, я почувствовала, нет, 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 мы такое не можем, нет, как же, как же, фу, Наташа, фу, какое упражнение. То есть, понимаете, какое-то идет отрицание уже, то есть ты не способен сказать вот такую, потому что это же, ну, это же, это же игра, мне нравится играть, мне нравится идти туда, куда вообще, чем сложнее задание, тем это интереснее. Или вот Мария Сапир предложила момент, мы не можем, то есть наш организм, наш мозг, он прекрасно понимает, где ложь, где не ложь. Если мы говорим, можно есть камни и можно, например, воду зажигать, то мы понимаем, что это неправда, да, мы это не поверим никогда. Также утверждение, когда мы говорим, я себя разрушаю, мы не можем себя разрушить, мозг не считывает это, он понимает, что это, ну, вранье, что это ложь. Но при этом, при всем, при этом моменте интересный происходит эффект, эффект идет разрушение каких-то негативных старых ложных программ. И когда я это специально проделала с собой неделю, когда я повторяла каждый день, я разрушаю себя, я уничтожаю себя, я почувствовала реальное облегчение, странность, какую-то легкость. Когда я то же самое сказала моим двум подругам, попробуй это делать, боже, сколько я получила эмоций по этому поводу. Да ты что? Нет. То есть человек живет в своем маленьком квартирке на зарплату, которая хватает на сосиски и макароны. И что? И вот когда я говорю, скажи это, это может быть что-то, ты к чему-то придешь, к какой-то силе, к какой-то новой энергии, потому что это нужная энергия, чтобы изменить свою жизнь, желание и энергия. Нет, человек не хочет, даже не хочет пойти на этот эксперимент, потому что что, он боится потерять свои сосиски и свои макароны в трущобе. Поэтому вот этот страх, недоверие к себе, недоверие изначально к себе, то есть я себя не могу сравнить с помойным ведром, то есть что? Гордыня, страх, оно все очень сильно блокирует наше развитие. Вы знаете, что основное, законное. Вселенная – это развитие. То есть если мы не идем на эксперимент, если мы не идем куда-то, куда нам страшно, мы так останемся на одном и том же месте. Ничего не изменится, ничего не изменится. Ух, что-то я сегодня разошлась. Ладно. Итак, дух. Я хотела вам рассказать еще в прошлый раз, мне не хватило времени, о связи успеха и физического тела. Почему все богатые люди занимаются физкультурой, спортом и прочими-прочими, даже какими-то интересными методами борьбы, тайчи, кто чем. Но они все занимаются, и некоторые из них занимаются даже до какого-то фанатизма. То есть я уже об этом говорила, что они занимаются не потому, что они богаты, у них есть деньги на спортивный зал. Нет, они стали такими богатыми, потому что они занимаются вот этими практиками, физическими практиками. Что это дает? Что, почему эта связь? Первое, что снимается, внутреннее напряжение. Вот то самое напряжение, которое мешает нам продвинуться вперед, потому что у нас здесь большое желание, когда мы обладаем большим желанием что-то сделать, то во Вселенной всегда идет противная волна. Вы читали, сделано, да? Идет волна, которая… Чем больше твое желание, тем она больше не дает тебе его совершить. Так вот, вот это вожделение, оно снимается, когда идет перезагрузка, когда ты концентрируешься в течение двух-трех часов на других результатах, то снимается вожделение к твоему успеху. Момент, это первый момент. Когда у тебя происходит вот эта внутренняя, эта говномешалка, мозгомешалка уходит, что происходит? Происходит, правильно, происходит ясность мысли. Ясность мысли, которая, в принципе, ты четко понимаешь, что тебе нужно делать. Не просто не фантазируешь, не упиваешься своими там какими-то мечтами, а прекрасно понимаешь, что тебе нужно делать. В этот же момент вместе с ясной мыслью может проснуться интуиция, вот та самая интуиция, которая вообще-то забита вообще у нас в организме со времен там, не помню уже каких. Обновление энергии происходит. А вместе с ней может произойти чудо, это обновление крови. Вот тут про кровь, я сейчас немножечко отступлюсь. А, ну и пятый момент, что очень тоже важный для успеха, когда все вот эти четыре пункта, успокоение, ясность мысли, интуиция, обновление энергии, вы входите в те самые, тело начинает вибрировать, вот то, что я как раз изучала на энергетической медицине, тело начинает вибрировать на том уровне, когда все события во Вселенной складываются в успешных для вас условиях. Вот чтобы к этому прийти, да, нужно все-таки, это вот не так, это не рисование там замков, не визуализация, это вообще ничего не работает, вообще ничего не работает. Я сейчас это только понимаю, господи, да почему же так поздно-то это поняла, но вот тем не менее это так. И что, про кровь, кстати, я тоже думала про болезни, что многие болезни человек просто не может пережить, и как-то они вообще неприемлемы к его организму, то тут выяснился такой интересный момент, когда я начала изучать этот момент генетических преобразований, оказывается, что наше человечество очень сильно подпорчено, было кровосмешанием, и вот этот момент очень сильно, во-первых, сократил жизнь человека, и мы еще получили в наследство такие болезни, как плохая свертанность крови и прочее, там букет, можно и тоже это найти там, но тем не менее, когда, так как это происходило и в знати, и в дворянстве, и в маленьких городах, так уж получалось, но не было людей, все равно должны были плодиться, жениться, раздражаться, все равно где-то и как-то какие-то были родственники, то, ну ладно, еще там троюродный, четырехюродный, но вот вы знаете, там вообще двоюродные, а вот я тут недавно узнала, что оказывается, тут там Мухамон, вообще сын брата и сестры родных, поэтому он еле дожил, он родился уже, коллег их ходить не мог, плюс и на лицо было не очень симпатичный, плюс и дожил еле-еле там, по-моему, до 18 или до 19 лет, ну в общем, вот этот момент по незнанию, он как бы до сих пор мы это имеем, то есть когда мы видим какую-то генетическую болезнь, генетическое вот это отклонение от золотого сечения, потому что Филипп II, например, испанский король 14 века, просто был уродом, там какое золотое сечение, там у него не только мама, она же тетя, там вообще и бабушки, и дедушки, там все, они все там, если, например, у нормального человека древо подразумевает там очень много людей, то у этих королей, там оно это древо сузилось до 10, и, конечно же, получились большие-большие получились отклонения, не только в физических формах, которые ушли далеко от золотого сечения, от божественных форм, но и еще ментально, да, получились вот такие, как бы, отклонения. Ну, сейчас мы это можем отследить уже, и мало того, что работа над телом, она происходит именно обновление энергии, и которая позволяет обновить кровь. Поэтому я и об этом и хотела всегда, об этом и хочу вам дальше вести вас, кому интересно, я хочу создать группу, где мне нужно понять, индивидуально, у каждого человека есть своя, свой запрос, у каждого тела, у каждого организма есть свой запрос на то или иное упражнение, на те или иные действия, мы не можем заставлять кого-то делать прыжки, например, если у него слабые колени, а кому-то, наоборот, нужно только это. Поэтому тут нету общего, общей какой-то зарядки, которую предлагают часто в интернете, нет. Тут нужно все рассматривать индивидуально. По поводу стройности, я сейчас быстренько посмотрю, три дня назад, когда готовилась, записала, что по поводу стройности, да, там идет не совсем, там идет подмена, то есть человек, в принципе, как привязан к тем или иным продуктам, да, эта привязка, она тоже, потому что не хватает той или иной эмоции, если мы где-то там не проживаем достаточно любви, то нас станет к сладкому. И там много, есть целые таблицы, тоже это можно посмотреть, в общем-то, в Ютьюбе я это услышала. Поэтому в подмене, в подмене, чтобы отвлечь человека от вкуса еды, это все-таки работа над духом, когда мы работаем над духом, то есть на моих уроках будет не только разработка индивидуальных упражнений для каждого человека, но еще будут упражнения, также связанные с их духом, то есть это будут задания, которые очень нужно будет не просто выполнить, но нужно будет выполнять, чтобы был результат. Я не буду сейчас рассказывать все, когда будет все готово и закончено, я проведу отдельный эфир о моем курсе, который я хочу сделать. Сейчас это просто вам подход, такой базовый подход, я рассказала о важности вообще, о важности работы с нашим телом, о важности хорошего здоровья, потому что это все-таки, если мы работаем с телом, у нас укрепляется дух, у нас укрепляется дух, у нас появляется отдыхотворенность, у нас есть отдыхотворенность, у нас запускается вилочковая железа, мы запускаем процесс омоложения, или хотя бы притормаживаем процесс старения, или вообще его стопорим, то есть кого как, кто насколько готов идти дальше, кто насколько готов отказаться от старой себя И пойти в новую себя. Потому что вы все прошли все курсы, прочитали книжки, вы все все знаете, все все понимаете, ничего не работает. У кого работает, напишите, поставьте крестик. Ну а если... Это все взаимосвязано. Мы не можем работать над телом, улучшать тело, улучшать фигуру, если мы не работаем над нашим духом. Если мы не стираем старые свои какие-то привычки, привычки стираются только духом. Как я уже вам говорила, вложение, именно духовное вложение в себя мгновенно меняет вкусы, мгновенно отворачивает тебя от того или иного продукта. Я не знаю, почему так работает, но это работает. Поэтому это, мне кажется, очень хороший, верный метод по спасению человечества. И потом, конечно же, да, Диан, правильно, душевное состояние, оно настолько мощное. То есть потом, когда мы запускаем через тело, запускаем силу духа, то потом может и обратно быть. Если что-то с телом случится, дух может вытащить тело снова в здоровье. То есть тут как бы идет взаимоспасение. Естественно, мозгомешалку, вот этот шум, который мешает нам, вот эти зависти, обиды. Столько мне интересно, знаете, вот сломать дух, да, я как-то общалась там в одном этническом сообществе по интересам, что, например, индейцы Северной Америки выходили на тропу войны в такой какой-то страшной раскраске, там красные линии, черные линии углем там красились. И мне объясняли это так, что нужно было напугать врага. То есть физически его, они все физически были сильные. И каждый искал для себя свой метод, чтобы напугать, то есть сломать дух врага. Так вот, что происходит в наше время, как ломают дух? Ломают дух очень просто. Они вызывают ненависть, я тебя обижаю, да, я вызываю в тебе ненависть. Видите, эта ненависть, она, как сейчас, сейчас нарисую, вот, так как все я это все уже изучила, вот, восьмерочка, да, восьмерочка. Наша ненависть, она, как бы, как вся, как любая эмоция, она двигается по восьмерочке. Если мы запускаем ненависть кому-то, кто-то этот находится в его поле, ненависть прилетает к нам либо сзади, да, либо с другой стороны. А, нет, если она идет вот так, она может прилететь спереди, то есть по-разному. Сломать всегда во всех войнах, всегда, когда нападают на тебя, если у противника есть ненависть, он всегда теряет. Самое гнусное, самое ужасное, самое разрушительное, это были, когда люди, человек посылает проклятие, оно то же самое, оно, во-первых, не долетает до того, а, во-вторых, оно возвращается к себе и все, еще хуже становится. Я только одно понимаю, и с этими ситуациями связаны, что вот если есть такой человек, как по имени враг, то врагу нужно посылать только одно, это чтобы у него произошло пробуждение. Во-первых, оно к вам вернется, во-вторых, вот добрые, в добрые мысли, оно, оно как бы выходит из этой, из сансары, выходит из восьмерки, и оно может долететь. Вот, негативная энергия, она не выходит из сансары, она остается вокруг вас, и она возвращается к вам, это абсолютно бесполезно, я понимаю, что ты не можешь ее сдержать иногда, и когда у кого что там произошло, но, как бы, на это и рассчитано было, рассчитано было. Когда мы выходим на соперническую площадку, никогда нельзя испытывать эмоции к противнику, к конкуренту и прочее, прочее. Ты испытываешь эмоции, ты теряешь. Я не говорю, что надо любить, ну а почему нет? Многие же, во многих фильмах даже, что там «Полюби врага своего» что-то говорят, все, это же не просто слова. Поэтому через тело мы укрепляем дух, да, через дух мы укрепляем тело, через дух мы успокаиваем наш воспаленный мозг, и мы запускаем нашу новую энергию, новую жизнь, можно сказать, в нас же самих, потому что, как бы, оставаться в том, то есть если мы хотим действительно куда-то прийти, то оставаться в тех мыслях, в тех привычных действиях, в которых мы уже живем все это время, мы не можем, мы не можем. И тут нужно решить для себя, тебе действительно это надо, или ты хочешь, чтобы для тебя все сделали, за тебя все сделали, ты заплатил, и у тебя устроенная стала фигура, деньги пошли мгновенно, молодость, здоровье появилось тут же, нет, ничего, это не работает, и чтобы все это заработало, нужно поработать. Вот такие у меня на сегодня, вот такой сегодня рассказ. Следующий свой эфир я, как только закончу программу, я не знаю как, мне единственное, что я вот, не чихая, хотела заодно вам рассказать, такой момент, может вы мне что скажете по этому поводу. Я училась сейчас летом на двух курсах, и у нас, естественно, группы, сейчас делаются группы в Телеграм, это нормально, и даются задания, 4 июля я проходила одно обучение, и вот сейчас в августе, вот разных учителей, в одной группе 10 человек, и в другой группе 30 человек. В одной группе цена одинаковая, а в другой группе, где 30 человек, это была VIP-группа, самая дорогая, gold просто вообще, просто вообще VIP. В группе 10 человек, значит, работают активно трое, что остальные делают 7 непонятно, жалуются, что у них нет времени, у них нет и того, всего 5-го, 10-го, деньги выброшенные в мусор. Группа VIP, где 30 человек, статистика еще хуже, 30 человек, работают 5. Я одних из нас самая ненормальная, я, мне кажется, вообще в какой-то момент стала всех раздражать там, потому что, ну, я такая, я не знаю почему, у меня срабатывает этот момент, чем дороже, тем лучше я работаю, я отобью эти все свои деньги за эти знания, которые мне нужны, я такая жадная до знаний, мне нужна обратная связь, мне нужен, чтобы учитель мне корректировал, я всегда выбиваюсь вперед, уже вот 4 года так у меня идут, идут такие вот. И я, когда понимаю, что если я хочу создать вот такую группу, что я не хочу, я не хочу, чтобы у меня из 10 человек только трое работало, может взять просто трех и с ними работать. Я думала уже, как это сделать, это делать два варианта, это очень ставить высокую цену, просто неимоверную, но я это делать сейчас не могу, потому что все это еще очень только живенько так. Я хочу сделать за донейшн, да, за донейшн. Я подумала, как заставить людей работать, вот допустим, даже за донейшн, там положил там копейку, а фигня, понимаешь, то есть ценности не будет. И нужно какие-то методы другие. Я думала, либо штрафовать, если не выполняется задание, допустим, к воскресенью, либо убирать из чада. В общем, либо я убираю тогда всех и закрываю группу, если не работают. Да, вот поработали неделю, вот это за донейшн, который вы дали. Если дальше нет работы, закрываю, выбрасываю, либо усиливаю штраф, там ставлю другую цену. Хочешь продолжать, давай дальше продолжать. Не знаю, как это сделать, посоветуйте, как мне это сделать. В общем, но я точно понимаю, что вот в тех ситуациях, в которых была я сама, это боты, они тянут назад энергетически, они мешают работать, я работаю с энергией, я не настолько мощная, сильная гуру, у меня нет такой заинтересованности заработать денег. У меня другая совсем сейчас заинтересованность. Я не знаю, как... Следующий рак после выполнения. Да, да, у нас тоже такое было, допуск, и что? Вот они сидят три недели, уже курс закончился, они так могут и сидеть, понимаешь? Информация, между прочим, на каждый урок, это очень ценная информация. И проверять, возвращаться, например, проверять, когда мы уже, наша вся группа продвинулась, возвращаться к одному, который только-только пришел, но тоже, то есть мы в одном ритме должны двигаться. Вот такой технический момент, который я... Надо или штраф, или исключение. Вот, я тоже так думаю. Либо штраф, либо исключение, да. В общем, девочки мои, так, еще есть вопросики? Так, ну, вопросиков, Гордунин Богоси, где стандартная медаль и прокачка. Да, да, да. Все, хорошо, тогда это останется в записи, я сделаю, я еще выложу в YouTube, посмотрим, кто как откликнется на эти идеи, получится ли собрать, если не получится, ничего страшного, время, только тогда все произойдет, когда мы, к этому я, к этому буду готова, когда у меня все точно-точно уложится, потому что очень много идей, очень много чего, и нужно, чтобы у меня еще хватило ресурса энергетического все это так укомпаковать, чтобы всем было действительно наименее болезненно, да, потому что люди очень пугаются, и пугаются так, что потом уже все, это уже по жизни, потом уже его будет не выйти, то есть нельзя испугать сразу с первых уроков человека. Окей, я рада сегодня была все это рассказать, кто не был, тот посмотрит в записи, ну, все, буду дальше работать над программой, все, всем хорошего дня, и до скорых встреч, спасибо, что все, кто посмотрел, все, кто пришел, огромное спасибо.